МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире заключительный в уходящем году выпуск программы «Наши новости» в студии Вячеслав Селезнев. Сегодня вы увидите. В эгриме прошла главная елка района. Ряд предновогодних мероприятий состоялись и в Березово. Открытие снежного городка, бал Снежной королевы. 28 декабря. Трагическая страница в истории калмыцкого народа. Об этом и многом другом смотрите в нашем сегодняшнем выпуске новостей. А в его начале официальная информация. Третье заключительное в этом году заседание Совета депутатов городского поселения Березово 4-го созыва прошло в администрации районного муниципалитета. В этот раз народным избранникам предстояло рассмотреть более 10 вопросов от исполнения бюджета городского поселения Березово и до передачи ряда полномочий органов местного самоуправления поселения в районную администрацию. Что же касается, пожалуй, основного вопроса о формировании бюджета городского поселения на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов, то, как отметила председатель комитета по финансам администрации Березовского района Светлана Ушарова, основной задачей будет минимизация бюджетного дефицита, а также повышение эффективности использования бюджетных ресурсов. Средний годовой бюджет за данные три периода будет составлять чуть более 100 миллионов рублей. Говоря же о плане работы Совета депутатов городского поселения на следующий год, то, как отметил его глава, Совет депутатов городского поселения Березово организует свою работу на основе годового плана, утвержденного на заседании Совета. Проект годового плана разрабатывается постоянными комиссиями Совета депутатов городского поселения Березово с учетом предложений администрации районов, ее структурных подразделений, органов общественного самоуправления, населения района. Годовой план в месячный срок после его утверждения доводится до сведения всех заинтересованных органов местного самоуправления Белевского района. И к предновогодним темам. Новогодняя елка – самый долгожданный праздник для детей, а попасть на главную елку района – заветная мечта любого ребенка. В этом году новогоднее торжество муниципального масштаба проходило в городском поселении Игрим. На традиционную елку главы Березовского района съехалось около сотни самых лучших и самых талантливых детей. На праздники были представлены абсолютно все городские и сельские поселения в самой северной территории Югры, рассказывает Оксана Дятлова. Игрим впервые встречал сразу столько юных гостей. Сюда съехались самые талантливые и одаренные дети со всех поселений нашего необъятного района. Погрузиться в новогоднюю сказку пригласили около ста школьников – отличников, активистов, победителей олимпиад и конкурсов. Я пианистка и художница. Я учусь в музыкальной и художественной школе. Я участвую в олимпиаде математика, русская литература, биология, еще одна литература и география. Ну, все хорошо училась, зарабатывала хорошие оценки. Хорошо себя вела. Ну, в этом году я заняла два первых места в соревнованиях по плаванию. Ну, в этом году я, ну, правда, можно сказать, в этом году я получила разряд по плаванию третий юношеский. К этому празднику готовились долго. Причем не только организаторы, но и дети вместе со своими родителями. Ведь такое историческое событие бывает в жизни однажды. После долгой и, надо сказать, довольно утомительной дороги, саранпаульцам, к примеру, пришлось провести в пути почти 12 часов, ребята быстро забыли об усталости, поскольку их ждала интересная и насыщенная программа. Сначала концертно-выставочный зал. Гости попали на удивительную фотовыставку под названием «Мой любимый игрим». Здесь можно было полюбоваться любительской фотографией. Все снимки выполнены работниками общества «Газпром Трансгаз Югорск». Кроме того, для ребят приготовили небольшую развлекательную программу, а также познакомили с историей старинных елочных игрушек. Мы сели на елочных игрушках у ваших бабушек. Вот эти вот птички, они выпущены в 30-х годах. И раньше была различная тематика игрушек. У нас, например, есть коллекция игрушек овощей. Вторым пунктом новогоднего путешествия стал Игримский политехнический колледж. Здесь школьники окунулись в более серьезную взрослую атмосферу. Сотрудники колледжа провели небольшую обзорную экскурсию, показали учебные аудитории, мастерские. Особенное впечатление на мальчишек произвел, конечно же, автоматический тренажер по управлению автомобилем и стрелковый тир. Здесь они впервые взяли в руки настоящее лазерное оружие. Девочкам ближе оказался мастер-класс поваров-кондитеров. Студенты с удовольствием поделились секретами нарезки и сортировки праздничного стола. Теперь каждый ребенок после этой экскурсии сможет удивить своих близких необычным мастерством по складыванию столовых салфеток. Также ребята посетили галлокамеру. А в итоге гостей ждал увлекательный квест, который помог им ближе познакомиться друг с другом и подружиться. Ну а главным событием кульминации праздника стало новогоднее представление «Увлекательное детское шоу». Интересный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы – все это создавало атмосферу волшебной сказки, праздника мечты. Дети веселились, пели песни, танцевали, рассказывали стихи и участвовали в играх. Все вместе услышала, чтобы пришла, скажем, такие слова. Добрая снегурочка, скорее отзавись! Милая снегурочка, скорее поедись! Три-четыре. Добрая снегурочка, скорее отзавись! Милая снегурочка, скорее поедись! Ну и как же без главного волшебника – Деда Мороза? Ведь только он может создать настоящую атмосферу Нового Года и зажечь главную красавицу, новогоднюю елочку. Здравствуйте, Дедушка Мороз! Здравствуйте, взрослые малыши! Примите привет новогодний! Я с праздником светлым от чистой души хочу вас поздравить сегодня. Борода моя седа и в снегу ресницы, если я пришел сюда, будем веселиться. Ну-ка, елка, не скупись, огоньками засветись, а в команде раз, два, три, ну-ка, елочка, гори! Ребята, давайте все вместе, дружно, громко-громко скажем. Раз, два, три, елочка, гори! Меня зовут Гандышева Валерия, я приехала из Тех, мне 11 лет. Ну, как праздник тебе? Хорошо, нравится. Понравится, вот эта маска такая черная, нос смешной. Еще бабайга такая с носом. Когда я была вот эти два дня на елке, они были очень насыщенные и очень хорошие праздники. Все вожатые, волонтеры были очень хорошие. Ну, конечно, запомнилось то, что приходит Дед Мороз из Снегурочки, это было очень интересно. И сейчас мы поедем смотреть спектакль, который будет происходить на катке. И я думаю, это тоже будет очень интересно. А после чего выйдет дискотекой? И мне это очень все нравится, и я это очень жду. И вот наступил долгожданный момент. Получение сладких подарков из рук первого руководителя района Владимира Ивановича Фомина. Я вот с большой радостью буду вручать вам сегодня подарки от нашего района. Хочу вам пожелать, будьте такими же успешными, будьте такими же активными, как сегодня на елке. Огромное вам спасибо, успехов в учебе. Дружите, любите свою малую родину, Березовский район. Любите нашу Югру, наш Канты-Мансийский автономный округ и нашу великую страну Россию. Успехов вам и с наступающим Новым годом! Своими пожеланиями с удовольствием поделились и гости праздника. Маленькая принцесса Людмила Бендер приехала из Мандитура. Как она призналась, этот новогодний праздник стал самым ярким событием ее жизни. А всем деткам она хотела бы пожелать здоровья, счастья и радости. Добра, чтобы не болели, чтобы учились хорошо. Чтобы учились хорошо, и слушать родителей, и побольше мечтать. Но это были еще далеко не все сюрпризы, приготовленные для маленьких почетных гостей. Еще более яркое и впечатляющее зрелище ждало ребят в Ледовом дворце. Там для них приготовили целое новогоднее представление Алеша Попович и его новогоднее приключение. Такую сказку на Ледовой арене ребята видели, пожалуй, впервые. Чудеса пиротехники, фигурное катание на льду и лазерное шоу. Все это они запомнят на всю свою долгую счастливую жизнь. Песня. 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 Снегурочка в центре событий. Сказочные персонажи, их верные спутники. О том, какой новогодний сюжет развернулся на главной сцене Березова и о том, кто пришел на бал Снежной королевы, узнаем из материала Юлия Диасамидзе. Я соберу всех королев времен года, заточу их в свой ледяной плен, чтобы властвовать. И не будет больше ни зимы, ни весны, ни жаркого, знойного лета, ни дождливой, или как ее еще называют, золотой осени. Впервые сцена Березского досугого центра преобразилась в царство Снежной королевы. В основе сюжета бал и традиционно борьба добра со злом. В центре внимания трон, на нем хозяйка торжества. Постепенно действующих лиц становится больше. Прекрасные представительницы времен года, величественные осень, лето и весна появляются под звуки вальса. Согласно сценария, зима претендует на единоличное властвование. Все застынет и замрет навсегда. Зима придет. События в новогодней сказке разворачиваются стремительно. И вот уже на сцене Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Мы очень рады вас видеть. Но ведь письмо было отправлено только четырем получателям. Нам и королям времен года. Где же они? В лучших традициях сказочных историй побеждает добро. Если говорить о представлении в целом, стоит отметить, блестящее выступление актеров, декорации, световое и музыкальное оформление – все это в совокупности сделало бал «Снежной королевы» действительно сказочным. Судя по блеску в глазах юных зрителей, можно сказать, премьера удалась. ПЕСНЯ Юлия Диасамидзе, Александр Елисеев, авторское телевидение «Березова». Новый год – это символ новой жизни, новых начинаний и планов. Поэтому просто необходимо отметить его с размахом и весельем. Как этот праздник встречали дети «Березово» смотрите в нашем следующем сюжете. Новый год – это волшебный праздник многих взрослых и детей. Каждый раз хочется придумать что-нибудь новенькое, чтобы событие запомнилось на всю жизнь. Существует немало способов оригинально встретить Новый год. Для этого люди часто отправляются в путешествия. Так Марина Табун вместе со своим четвертым В-классом прибыли на базу этнографического комплекса «Сорнисей», чтобы там отметить этот волшебный праздник. Ей повстречали главных персонажей этого праздника. С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Больше смелости, дерзания и движения вперед! Ведь без этих пожеланий Новый год – не Новый год! Чтобы сделать Новый год ярким, интересным и веселым, педагоги учреждения дополнительного образования «Современник» вместе со старшими воспитанниками провели для детей всех творческих объединений конкурсную игровую программу «Новогодние приключения Мешка Деда Мороза», на котором ребята пели, танцевали, рассказывали стихи, водили хоровод, участвовали в конкурсах. В общем, веселились от души. У нас проводилась елка, ну, как Новый год. Ну, проходило все отлично, хорошо. Было очень весело нам всем и понравилось. Было интересно очень, игры были очень интересные. Хоровод водили, подарки мы выигрывали себе за стихи свои. Нам очень понравилось всем. Педагоги ради нас все это сделали. В Новый год случаются самые разные чудеса. Недаром это время называют волшебным и удивительным. В подготовке новогоднего праздника важна креативность и творческий подход, чего у сотрудников Центра культуры и досуга «Звездный» не занимать. Новогодний утренник для третьего А, по мнению самих детей, получился современным, интересным и веселым. Мне понравилось все, и оно очень здорово. Мне понравилось. Новый год – это праздник, когда все счастливы, когда начинается Новый год, начинается все новое. Но самым необыкновенным местом для встречи Нового года, по мнению детей, стал Березовский краеведческий музей. В праздничную программу новогоднего утренника были включены не только развлечения. В сказочной форме им рассказали об истории нашего края. Так детвора побывало в царстве Снежной королевы, где из заточения спасли Золушку, в гостях в сказочном лесу Рубин Гуда и в избе Бабы Яги, где смогли полетать на волшебных метлах. Ну а гвоздем программы стали, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Я впервые отмечаю Новый год в музее. И в музее очень весело, много персонажей. В музее рассказывали про вещи старинные. Это было очень интересно и много очень нового узнала. А для маленьких любителей книг Березовская Центральная Детская Библиотека устроила новогодний утренник, на котором было также множество сказочных персонажей, пришедших поздравить ребят с Новым годом. С Новым годом! Ура! Юлия Чагина, Роман Тягунов, авторская телевидение Березова. В Березово состоялось праздничное открытие Снежного городка. Еще до начала самого представления на площади царило новогоднее настроение. Дети катались со Снежной ледяной гортки, а вокруг новогодней красавицы и елки разыгралось настоящее представление. Наша съемочная группа стала свидетелем этого события. Бей барабан, игра гитара, бой труба, бой труба. Этот весеный, трожный танец, бей барабан. Обезьянка, символ уходящего года, в начале праздничного представления, пока еще на правах хозяйки, собрала вокруг себя детвору и взрослых. Первое поздравление с наступающим Новым годом прозвучало от главы городского поселения Березова Дмитрия Чупрова. В своем обращении к жителям и гостям районного центра он обратился с просьбой бережно относиться к ледяным фигуркам и соблюдать технику безопасности на горке. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всех благ, всего самого хорошего. Тепла в ваших домах, в семьях. Чтобы все ваши мечты, чтобы все задуманное вами сбылось в 2017 году. Чтобы все плохое осталось в уходящем году. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. В этот вечер на главной площади Березова можно было услышать не только зажигательный смех, разыгравшиеся детворы, но и поздравления с наступающим Новым годом. Здоровья, стабильности в работе, каждому, чтобы была работа, каждому, чтобы было обеспечено работой. Ну и, конечно же, жилье доступное, ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Стабильности, в общем, конечно. Своих земляков, родных, близких, друзей, коллег поздравляю с наступающим 2017 годом. Годом замечательного петушка. Хочу, чтобы все были здоровы в Новом году. Чтобы пришли чудеса к детям, обязательно в новогодний праздник и в зимние каникулы. Чтобы была замечательная погода, чтобы светило солнышко. Чтобы в семьях был достаток и тепло. И, конечно же, любви. Чтобы береза процветала. Люблю свою родину малую. Поэтому, ну все, что редко бывает, как бы так, ну все краше и краше становится. Очень радостно за людей, за березовских. Ну что сказать-то? Просто рада за все. Чтобы здоровье было. Самое главное, чтобы родственники были живы и здоровы. Вот это все самое главное. А там, как будет уже. Ну, всем благосостояние, конечно. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю самое главное здоровья, успехов в работе. Детки ваши, чтобы внучата были здоровенькие. И самое главное, успехов, всем успехов. Танцы под зажигательную музыку, выступления творческих коллективов, увлекательные игры. По традиции хоровод вокруг лесной красавицы. В центре внимания Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, огненный петух. Символ 2017 года, согласно Восточного гороскопа. Открытие снежного городка, несмотря на мороз, прошло радостно и весело. Юлия Диасамидзе, Александр Елисеев, авторское телевидение «Береза». И к другим темам. 27 декабря в России отмечался День спасателя. С 1990 года начинает свою историю МЧС России. Не зря пожарных и спасателей МЧС называют героями нашего времени, которые первыми приходят на помощь, работая в сложнейших условиях. Они выполняют задачи с риском для жизни, здоровья, показывают им мужество, самотверженность, профессионализм, верность присяге и долгу. За 26 лет своего существования МЧС России выросло, а крепло подтвердило свой статус. На мероприятии, посвященном празднику людей, этой героической профессии, с участием учеников Березовской начальной школы, побывала и наш корреспондент Юлия Макушина. Профессия спасателя – одна из самых сложных и нужных, ведь именно они первыми приходят на помощь, когда случается беда. Традиционно в этот день проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Педагоги школы подготовили театрализованное представление в исполнении участников Березовской начальной школы, которые поздравили виновников торжества с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Вы сильны, так не страшны, вы в любой готовый бой. Вы справляетесь о страшной и опаснейшей бедой. От души мы поздравляем всех пожарных сейчас. Вашу силу все вы верим, мы надеемся на вас. Счастья вам, здоровья, мира, жизни гармоничны. И зарплаты вам, конечно, значимы и приличны. Вы на помощь к нам летите и пожар тушить спешите. Пусть удача вас найдет и всегда во всем везет. Поздравляем! 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 С точки зрения социальной значимости, профессия спасателя говорит сама за себя. По итогам работы за год были отмечены лучшие работники. День спасателей МЧС – это отличный повод для награждения сотрудников, проявивших себя на непростой службе. По итогам работы 2016 года были направлены документы в Департамент гражданской защиты, в высшестоящую организацию, и там были оценены наши заслуги по достоинству и были определены лучшие товарищи, которым были сегодня вручены грамоты почетные. Самое главное в том, чтобы у наших работников было поменьше работы. Когда у наших работников меньше работы, значит все у нас спокойно, все у нас хорошо, без пожаров и без происшествий. Когда у наших работников побольше работы, это уже, как говорится, не сильно хорошо, потому что есть пожары, есть происшествия, и надо выезжать, помогать, оказывать помощь людям. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы это дело было всегда поменьше. Чтобы было поменьше работы, а лучше всего безработных. Трудовой коллектив Центра Спас Егория с радостью принимал поздравления. И раз уж так получилось, что до новогодних праздников осталось совсем немного времени, ребята выполнили миссию Деда Мороза и Снегурочки, подарив всем присутствующим по небольшому сувениру. Мне понравилось очень хорошо, потому что дети – это такие товарищи, которые подельничать, как говорится, никогда не будут. Это всегда от щедрой души и от чистого сердца. То есть, я думаю, что детей только можно ожидать хорошего и только хороших впечатлений, которые могут остаться на душу, и будем ждать, что так они в душе и останутся. В преддверии Нового года всего самого хорошего всем жителям Березовского района, и не только Березовского района, но и нашей страны, всем самого хорошего, счастья, благополучия и всего самого хорошего, что можно себе пожелать. В свою очередь, директор филиала казенного учреждения Центра Спас Егория по Березовскому району Игорь Певторак поблагодарил артистов за представление, а ребятам вместе с благодарностью и грамотами вручили сладкий подарок. Пожарный народ серьезный и в чудеса не верит, но в этот раз необычным гостям были рады. Юлия Макушина, Александр Лисеев, АТВ Березово. Депортация калмыков или операция Улуссы. 28 декабря – особенная дата в истории калмыцкого народа, оставившая глубокие шрамы в памяти поколений. 73 года тому назад этот народ был выслан из своих родных и мест в районы Урала, Сибири и Средней Азии. Республика ликвидирована. К этому времени Калмыкия, согласно официальным отчетам, была объявлена полностью атеистической. Хирулы уничтожены, священнослужители расстреляны, осуждены, либо принуждены к снятию духовного сана. Тысяча жизней унесла эта насильственная ссылка. Пожалуй, нет ни одной семьи, которая бы не понесла утрату в те страшные дни. 28 декабря, в день национальной скорби, калмыки, проживающие в Березово, собрались у бабы Сяхи, так ее любя называют между собой родные и близкие друзья. По паспорту Софья Эрднеева помнит этот страшный день, разделивший ее жизнь на до и после. День, когда ее насильно лишили отчего дома, не оставив надежды на возвращение в родные края. 28 декабря нас сослали. Почему нас сослали? Мы сами не знаем. Утром рано нас в постели застали. Каждая в семье машина стояла. Куда нас везут, ничего не сказали. В чем одеты, в чем мы поехали. 17 марта 1956 года калмыки были реабилитированы и им было разрешено вернуться на родину. Однако для некоторых и место ссылки стало домом. И, пожалуй, важно отметить, несмотря ни на что они сохранили свои обычаи, традиции, родной язык. 22 ноября президентом Владимиром Путиным был подписан указ о единовременной выплате в размере 5000 рублей. Для всех пенсионеров, постоянно проживающих на территории Российской Федерации и являющихся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Данная выплата будет осуществляться пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета. Данная выплата будет проходить в январе месяца 2017 года согласно графикам доставки. То есть, если, например, пройдет досрочная выплата пенсии 28 декабря по банкам, значит, единовременная выплата будет произведена в январе месяце дополнительно. Если вдруг пенсионер не получил пенсию по каким-то либо причинам, отсутствовал дома, то данная выплата будет перенесена на следующий месяц вместе с выплатой пенсии. Единовременная выплата будет производиться как работающим, так и неработающим пенсионерам на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле. Поэтому подавать какие-либо дополнительные заявления не требуется. Также, что касается новых назначений пенсии, если на 31 декабря у человека возникло право на страховую либо государственную пенсию, то выплату в размере 5000 он получит при первом получении своей же пенсии. Телефон горячей линии по вопросам единовременной выплаты, а также по вопросам пенсии 2,40,60 в пенсионный фонд. С января 2017 года пенсионные и медицинские, а также взносы по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи материнством будет администрировать Федеральная налоговая служба. Однако страхователи не перестанут взаимодействовать с фондами. Пенсионный фонд по-прежнему будет принимать персонифицированную отчетность, а фонд социального страхования проверять расходы по соцстрахованию. При этом существенным образом изменится состав отчетности, добавится новый вид штрафа и появится новшество в определении облагаемой базы по взносам. За четвертый квартал 2016 года отчетность остается старой. Принимать ее будем также мы в том же самом порядке. Для тех организаций, численность которых составляет 25 человек и меньше, эта отчетность предоставляется на бумажном носителе лично в органы пенсионного фонда, либо почтой России в срок до 15 января, до 15 февраля 2017 года. Те организации, численность которых превышает 25 человек, сдают отчетность по форме РСВ-1 в электронном виде через телекоммуникационные каналы связи с электронной цифровой подвесью в срок до 20 февраля 2017 года. Форматы прежние, сроки прежние, отчетность принимаем еще мы, но это будет завершающий прием отчетности. Отчетность в пенсионный фонд в 2017 году сильно изменится. Одни отчеты отменили и ввели новые. Более того, изменения затронули как сроков сдачи, так и самой формы. В связи с этим в администрации Березовского района специалистами пенсионного фонда был проведен семинар для бухгалтеров и сотрудников отдела кадров для более подробного изъяснения всех тонкостей нововведений. Юлия Чагина, Роман Тюгунов, авторской телевидении Березова. Это вся информация на сегодня. Если вы что-то пропустили в любое время, все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях группа АТВ Березова, всегда ВКонтакте. С учетом того, что это последний в уходящем году выпуск программы «Наши новости», от имени коллектива АТВ Березова я от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Счастья, удачи, воплощения в жизнь всех надежд. И, как всегда, увидимся в 2017. Продолжение следует...